Зависть. Да, еще другое слово. Ревность. Ревнуете. Тому как Оливия сейчас поедает. Игорь, а Лив умеет готовить? Она не самый лучший повар. Что она умеет готовить? Она недавно научилась готовить салат. Когда мы были в отпуске вместе с семьей, тогда она увидела, как моя тетя готовила очень хороший салат. Она теперь купила все данные для салата и сделала его. А то она готовит пиццу в духовку. А отпуск где? В России или в Германии? Нет, был в Европе. Просто в Южной Европе. У вас какие-то родственники еще остались в России или нет? Да, у меня дядя, тетя есть еще в России, они в Питере живут. Вы с ними общаетесь, поддерживаете связь, приезжаете к ним в гости? Не, редко в связи, но я был в гостях у них в Питере, что уже было несколько лет назад. Это было 12 лет назад, кажется 10-12 лет назад. Тогда мы у них оставались, просто с ними проводили время. Но после этого сейчас я в этом году сейчас третий раз в Россию приезжаю. Но все время приезжаю или в Москву, или в Сочи. Значит, борщ не умеет готовить ваша женщина? Совсем не умеет, совсем. Но она водку умеет готовить, это она умеет. Кого? Водку умеет готовить, но только это. Да. Но она борщ кушает зато, мы ее научили. Она борщ покушала, она сделала видео, где она кушает оливье, как оливка. Оливье, оливка, оливка, оливье. Итак, вы третий раз в Сочи, вместе с Оливьей. Оливкой. Оливкой. Оливка. Оливка, просто оливка, да. Хорошо. Она просто сейчас за камерой и кушает суши здесь. Мы все завидуем очень сильно, как она кушает. Да, это очень-очень смачно. Смачно, да? Да, я знаю. Она как зверь настоящая просто берет, съедает. И как вам в Сочи? Понятно, что вы представитель Бокер Старс. Должен ли говорить хорошо, что оно все-таки? Я знаю, но, к счастью, мы не находимся в Сочи, а в Красной Поляне. И поэтому я могу говорить про Сочи одно, про Красная Поляна другое. Нет, Красная Поляна нам очень нравится. Мы сегодня поднялись на горы тут. Три лифта взяли наверх, пока были на самой вершине. Ну, не на самой вершине, которую можно подниматься, а 2 200. И там прогулялись, побежали наверх на одну такую маленькую гору. Сейчас вот здесь... Сейчас убираем... Снимаем это, берем все. На съемку. Итак, это рыба, мясо. Наш оператор вегетарианец, и вы сказали молодец. Вы тоже как-то были вегетарианцем или сейчас являетесь им? Я больше не являюсь. Я был полгода-год вегетарианцем, какое-то время даже веган, но не сдержался. Я был 2 недели подряд в Чехии, где было очень... То есть, иду в ресторан, кушать нужно было заказать. Я был в казино, и никакой вегетарианской кухни не было. Единственное, что я кушал там 2 недели подряд, был рис и картошка. И когда-то я сдался и начал опять кушать мясо и так далее, потому что просто что-то другое хотелось, кроме этой кухни. Потому что в итоге показалось то, что... Проблема. Если хочешь быть очень здоровым, тогда нужно какое-то мясо есть. Тяжело быть вегетарианцем и очень здоровым. Нужно тогда именно иметь очень точный план. Нужно, скорее всего, еду собирать дома, ее брать с собой. Потому что если берешь вегетарианскую еду где-то в дороге, ты находишь только хлеб с хлебом. Это не здорово. Вы стали вегетарианцем, потому что с кем-то поспорили наверняка или нет? Не-не-не, ни с кем не спорил. Просто потому что, мне кажется, смотря на наши возможности, сегодня туда, скорее всего, с моей точки зрения хоть, стоит отойти от того, что вкусно и кушать не то, кто страдает от этого, что его скушает. Нет, то есть для меня это был моральный вопрос. Но я это пробую сейчас решать этим. То, что мы, например, с нашей благотворительной организацией, которую мы открыли. Мы тоже... Мы даем деньги для организаций, которые занимаются спасением зверей. И в итоге, кажется чуть смешно, но с тысячами долларами можно больше зверям помочь, чем если просто единый человек будет их тратить на себя, чтобы он не кушал. Я понял. Местную кушню. Да, да, да. То есть уже можно спасти столько зверей. Вы родились в России. Да. Проживали в Германии. Ливка. Родилась в Англии. Но кто вы? Кто ваша семья? По... На каком языке вы разговариваете? Вы говорите на русском, на английском. Кем какими себя чувствуете? Ну, по-разному. То есть, когда я... Сейчас больше всего, вообще-то, я думаю, мне кажется, даже на английском, когда я нахожусь с ней. Потому что она всегда вокруг меня. Я говорю больше всего на английском. Но когда я приезжаю обратно в Германию, тогда я провожу время с моей семьей. Вся семья русская. То есть мы все говорим по-русски. И за несколько дней у меня начинает и мозг в снах работать на русском. На немецком вы в семье не разговариваете? На немецком в семье не разговариваем совсем. Но у меня есть немецкие друзья. Если я с ними увижусь и провяжу 2-3-4 дня, тогда у меня тоже будет голова думать на немецком. Но просто я или на русском, или на английском сегодняшнее время провожу время. Телевизор дома в Германии на каком языке работает? Вообще не включается в Германии. Но я, когда в Англии, смотрю Телевизор, вопрос тоже ситуации. И потому что все выходит на английском первом, я смотрю просто на английском. Потому что сначала вы если Game of Thrones смотришь, тогда на английском будет первое. А хочется в первый день сразу же увидеть. Поэтому все на английском в итоге смотреть легче получается. Но о чем говорят мужчины, или какие-то другие фильмы, или Гараж, это я посмотрел на русском, конечно. Я этот вопрос уже задавал Олив, задам и вам. Когда последний раз вы провели раздельно 7 дней подряд? Когда это было? Мне кажется, этого не было очень долго. Мне кажется, это было, когда именно в этой поездке, о которой мы только что говорили, которая меня изменила от вегетарианца к невегетарианцу, когда мы были в Чехии. Потому что я там провел 2 недели, 7 дней из них, или 10 даже подряд, мне кажется. Я не видел себя с ней. И стал кушать опять в конце. А мне кажется, от того мы всегда только максимум 4-5 дней. Как поживает ваш Бортик? Бортик? Фильбортик? У нас нет собаки. Не-не-не, ей хочется собаку, у нас нет собаки. Хорошо, это... Или это была шутка, которую я не понял. Да, это была шутка, которую вы не поняли. Что обмечает Бортик тогда? Бортик? Это зовут собаку Ферруева. Ой, черт! Ну не, я не так глубоко зашел в... Или я наоборот глубоко зашел и играю. Потому что в итоге я покерный игрок. Нет, я скорее всего не Ферруев. Кончайте в это верить. Получилось, к счастью. Поверь мне. Да, это вырезаем, да. Нет, я не Ферруев. Мне кажется, Ферруев вообще-то в итоге не эксистирует. Что, как я понимаю, если смотреть на его блог, это получается Ферруев, это собрание всех умных мышлений, которые случаются в русском покерном мире. Вы его читаете? Не всегда, но иногда. А еще что-нибудь читаете и почему сами не ведете? И если чьи-то боги читаете, то чьи? Я в данный момент считаю, что я в фазе учения, а не в издавании еще. То есть я читаю очень много, но я пишу практически вообще не пишу. Но блог Ферруев, мне кажется, очень хороший. Он очень рационально раздумывает многие вопросы, и именно у него методика научная, что, мне кажется, очень важно. Потому что часто именно... Мы находимся в ситуации, где правду часто не знаем. Даже в покере люди играют пробовать в ГТО, но они не знают, что настоящий ГТО. Одного мнения одно, другое другое. Учимся ближе, подходим, используем программы. Но то, что главное, это использовать по дороге к пониманию темы, научные методики, чтобы быть убежденным, что ты не зайдешь в какие-то ближние дороги, которые неправильные. Потому что хочется, чтобы они были правильные. Барселона. Победа в турнире хайроллеров. Вы от себя его играли или по-прежнему от той компании бэкеров, о которой вы публично говорили в 2012-2013 году, если не ошибаюсь? Или это сейчас как-то от Poker Stars? Нет, когда я говорил в 2012-2013, это были бэкеры, которые иногда покупали долю. То есть я никогда не был подчиненным какому-то бэкеру специально. Всегда наоборот, было намного удобнее как игроку сказать, «Хей, сделаем конкуренцию между бэкером, чтобы они друг друга как-то повышали маркапом». В Барселоне у меня была хорошая доля от самого себя. Но одновременно я больше не продаю. Я даю друзьям, с которыми я много времени проводил в Poker Зале, иногда долю. У меня некоторые друзья, поэтому выиграли тоже. Я им даю сейчас долю. Эти же друзья сейчас в Макао, я тут, они мне долю дают обратно. То есть в итоге это расходится так. То есть если вы с Leaf играете один турнир, то у вас априори вы делитесь по 5%, например, или нет? У нас Leaf и я делимся 10% в каждом турнире, в котором играем. То есть даже если мы ничего не говорим, тогда мы разумеем то, что 10% все равно считаются. И если ничего не говорим, тогда и больше нет. А то, конечно, я ее каждый раз хочу выбить, потому что если я выбью, у меня будет 90. А если я проиграю, у меня будет только 10 от этого. Поэтому за столом мы все за себя играем. И банкрол у вас отдельно? Ну, за столом мы все за себя играем, конечно. То есть банкрол отдельно это одно из для меня персонально самых главных вообще вещей от свободы получается. Потому что если я бы должен делить был банкрол с кем-то, это бы означало то, что я не могу больше принимать решения полностью. С моим взглядом я должен очень подчиняться взглядам других людей. И это была бы другая ситуация, чем в которой я бы хотел быть. Вы знаете, сколько у вас общая сумма призовых по Hand and Mob на данную секунду? Ну, призовые это одна вещь, а деньги, которые по-настоящему выглядят, другая вещь. Мне кажется, у нее три с половиной. Три с половиной, у меня четырнадцать. Что такое? Это правильно? Более-менее четырнадцать, у нее три с половиной. Да, подходит. К этому еще онлайн, но никто знает. А, ну это да. Да. Всех интересует вопрос в целом, какой БР? Меньше, чем четырнадцать. Больше, чем три с половиной. Вместе. Меньше, чем четырнадцать, потому что так, как есть. И больше, чем ноль. Хорошо, отлично ответ. И Игорь Курганов на 2017 год, вот уже подходит к концу. Кто это в мире покера и кто это в мире любви и отношений? Кто в любви и отношениях, нужно ее спросить. Не знаю, что она ответила. Я надеюсь, что... К счастью, она вообще-то достаточно радостная девушка и я радостный мужчина. На этом то, что мы проводим время 355 из 300 шестьсот пятидесяти дней в году. Она ответила то же самое. То же самое. Серьезно. Это чокнуто полностью. Чокнуто. Но подходит. В данный момент это очень хорошо работает и мы готовы это изменить. Если изменить. Нужно будет, но в данный момент очень хорошо идет. То есть, эта часть жизни хорошо идет. Другая часть, в смысле покера тоже. У меня последние полгода прошли очень хорошо. с брейслетом, 50к, хай-роллером и так далее. В следующем году буду дальше играть в большие турниры, где они будут в Сочи приедут 2-3 раза скорее всего. Красиво будет. 2 как минимум, правильно? Да, да, да. Еще несколько раз сюда приеду. Особенно потому, что в марте будет, будет сезон наконец-то лыжный. Вы тоже увлекаетесь? Да, конечно, да. Это очень интересно, очень радуемся. То, что в марте будет, мы сможем кататься. Мы сегодня уже познакомились с инструктором, но он очень хороший на сноуборде. Он нас научит чуть-чуть, мы ему покеру поможем. Будет отмена. Еще какой-то есть вопрос, который хотел задать, но я забыл. Чем я занимаюсь? Я занимаюсь криптовалютой, дети. Очень интересно заниматься криптовалютой сейчас. Скорее всего все рухнет. Ждите чуть-чуть. Ждите. Рухнет доллар или крипто? Крипто. Крипто поднимется, поднимется, поднимется. Потом рухнет на 50-70 процентов. Все заходите. Выбирайте хорошие. Когда упадет, тогда заходите. Когда все продают, покупайте. Когда все покупают, продаете. Против. Топ-3 российских игроков. Русскоязычных игроков прямо здесь сейчас, кроме себя. Которые здесь находятся в Сочи или в общем в мире? Да, на данную секунду. Вы холдами? Скорее всего, это достаточно даже ясно, кто три. Тимофей. Никита. Они без вопросов. Два из трех. И дополнительно, кто еще. Я не знаю, кто он. Антоха, скорее всего. Антоха в онлайне. Но я не знаю, кто он в настоящем. О, стоп. Никита, Тимофей и я. И я. Я сказал, кроме тебя. А, кроме меня. Нет, да нет. Мне нужно идти играть. Нет, нет. Следующая вопрос. Три месяца без покера или три месяца без оливки? Три месяца без покера. Кольцо обручальное или кольцо WSOP? О, кольцо WSOP. Я не кое-кольцо, я другое. Ждем, ждем. Приятно было. Приятно. Не нужно бежать сейчас, к сожалению. Спасибо, спасибо большое. He will bring it to... Sorry... Uhhh...